Девятилетний Арсений инвалид по зрению. У мальчика также нарушение слуха, по-другому тугоухость и огромное желание заниматься спортом. Из-за особенностей здоровья занятия в качалке для юного нягонца под запретом. А вот побывать в спортклубе в рамках экскурсии Арсению, как и другим воспитанникам реабилитационного центра, можно. Поэтому приглашение от представителей нягонского бизнес-сообщества было принято незамедлительно. Тянуть походом в спортзал тоже долго не стали. Я знаю, что если качать штангу много раз, можно стать очень сильным хэлком. И тогда ты сможешь даже целые дома поднять. А чтобы целые дома поднять, надо очень много качаться. Штанга, гири, гантели, всевозможные тренажеры, каждый можно потрогать, на некоторых испытать себя. Знакомство с фитнес-индустрией оказалось интересным и познавательным для юных нягонцев. В то время, пока сильный пол качал мышцы, а прекрасная половина занималась на велотренажерах, родители пытались остановить мгновение и запечатлеть моменты, которые делали их детей счастливыми. Наши дети могут столько увидеть то, что не видят даже обычные дети. Я уж не говорю про детей с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому я очень рада этому. Наши дети везде, всюду и всегда присутствуют и знают очень много. Знакомство юных нягонцев со спортклубом прошло в рамках проекта «Мир в подарок». Это авторский проект Евгения Мартина. И с начала его реализации воспитанники реабилитационного центра приняли участие уже в десятках мастер-классов. А пару месяцев назад к участию в проекте присоединился и Союз торгово-промышленной палаты Нягони. Благодаря бизнесменам юные нягонцы побывали в технопарке «Синергия», испекли хлеб в тандырной мастерской и активно провели время в стенах нового спортклуба. Мне когда сказали, то есть предложили данное посещение, я это принял сразу с восторгом, потому что данные дети, сами знаете, у них есть определенные правила и параметры, по которым. И когда их расширяешь кругозор, они видят немного больше, всегда их приводит в восторг данное участие. Ну мы на это и надеялись, что придя сюда, тем более зал у нас с новыми технологиями, как мы говорим, с новыми тренажерами и в совокупности даст вау-эффект. Мы так и предполагали, в принципе, что должно быть так и быть. Вот этим надо заниматься, им надо показывать, их надо выводить, чтобы они адаптировались в нашем обществе, могли себя чувствовать так же, как и любой ребенок, который ходит по улице, посещает залы, посещает какие-то спортивные тренировки, все остальное. То есть человек должен себя чувствовать так, как чувствуют все в обществе. И цель именно такая, чтобы дети не были в чем-то ущемлены и понимали, что мы одинаковые все. Дружба предпринимателей и юных нягонцев обещает стать долгой и крепкой. Впереди много общих планов, ближайший из них – знакомство с профессией продавца и мастера по ремонту обуви. В рамках многопрофильного проекта для детей открыты все двери, заходя в который можно выбрать для себя дальнейший путь и стать спортсменом, пекарем или освоить другую важную и интересную профессию.